Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко и сегодня мы будем рисовать вот такую вот картину это Хунько в тракте дочь мне прислала фотографию у меня холст 50 на 50 и с акрилом можно использовать вот такой вот желтый то есть более клейкий потому что обычно снимаем сразу поэтому даже и лучше, чтобы акрил туда не заходил и естественно не повредит холст ну вот у меня сейчас такой, ладно первое значит, первое небо пейную белила можно использовать ультрамарин умбруженную плюс белила в общем, кому что нравится что у вас есть так, итак, я использую черные и белила первое, как обычно увлажняю холст так, ну вот первое, что я сделала я все просто смешала смотрите, какая у меня, кажется, хорошая получилась я сейчас хочу сразу же принести облака я сейчас хочу сразу же принести облака белыми нам белые не надо но нам надо создать какую-то интересную текстуру то есть небо должно быть у нас такое серое темное темно-серое извиняюсь всегда держите ветошь что надо будет убирать где-то краску где-то, если она слишком влажная воду и здесь, естественно, уже формировать и так как у меня холст естественно, такого цвета да, может быть, где-то я краску сейчас буду снимать и у меня будет где-то темная где-то вот такого цвета я сейчас пробую различные кисти смотрю и вот так вот видите я буквально еле-еле касаюсь вот это очень важно такое вот серое ну а если, допустим хочется все-таки потемнее да переносим опять этот темненький то есть не боимся всегда можно все это обыграть так, ну не знаю если мне не нравится не знаю, мне это нравится или нет я сначала все-таки вот так вот особенно вот именно растушевка посмотрите как она хорошо все это разглаживает смотрите, что вот это кисть ну вот как вот они так делают ну и что мне теперь уже сто лет вот какое хорошее качество посмотрите она вся уже ржавая это просто для малярных работ каких-то она мне очень нравится она очень мягкая так вот 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 сейчас вот уже этот момент когда можно потихонечку вот эти вот шероховатости вот этой кистью снимать то есть вот допустим до этого я поторопилась что никаких торопов не должно быть видите какая бумага плохая поэтому я говорю что в принципе желтые запросто можно но здесь не важно потому что здесь во-первых будет отражение потом здесь все равно будет темное единственное что надо было естественно чтобы был горизонт горизонтальным просто влажная кисть чистенькая влажная кисть сейчас конечно можно перевернуть холст чтобы было удобнее допустим кому-то чтобы все здесь покрыть вода значит допомним если небо то лучше всего конечно крис-кросс в конце уже можно сгладить а когда рисуем воду то лучше всего мазки горизонтальные чтобы не получилось так что вода куда-то убегает штормовое море да другое другое пока подсыхает можно будет подготовить замесы и так как там все здания просто залиты всевозможными красочными яркими огоньками то они кажутся такие разноцветные здания так что никакой аккуратности здесь у нас не будет вот смотрите да вот я сейчас приношу ой камера была выключена то есть вот совершенно немножко опять набираю хорошо увлажнена кисть очень хорошо и вот такими круговыми движениями я прохожусь если мне небо допустим не понравилось самое главное здесь этот блендинг смотрите видите как хорошо то есть тут у меня была плоская такое серое небо как вы видели да вот сейчас набираю совсем немного влажная кисть вот приношу посмотрите как хорошо и вот он делает блендинг очень тоже такой хороший опять вот так вот просто помакаю чуть-чуть вот так вот тап-тап постучу и на кисти уже краска остается то есть не набираю нигде не копаю вот буквально как будто бы ничего нет и вот тем самым потом ухожу 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 от этого места где я начала и тем самым у меня получается блендинг очень важно будем выстраивать естественно здание так как вот именно здание все окрашенные яркие цвета значит приносим яркие цвета не знаю вот такие вот значит у меня зеленые это все видите абстракт либо вот это тоже сейчас хороший очень не знаю мне нравится здесь вот хорошо видно допустим какая она насколько она прозрачная здесь семя то есть половина прозрачная вот видите вот это умбра жженая она совсем не прозрачная ультрамарин видите вот он совершенно прозрачный лимонная желтая полупрозрачная в общем-то здесь конечно можно использовать и полупрозрачные и прозрачные но смотрите чтобы допустим не прозрачную не нанести поверх другой краски просто убьете этот цвет ну смотрите подготовила все краски сейчас просто создаем форму этих зданий для этого буду использовать вот такую плоскую кисть можно конечно вообще даже мастихином так вот смотрите как сразу яркий в общем вот так все я заполняю разными мазками красненькие где-то потолще где-то потоньше здания там все узкие в любом случае вот так вот если широкие то там низенькие какие-то так ну чтобы у меня башня это не упало значит здесь я естественно должна сделать ну правильные хотя бы замеры видите я сейчас набираю в общем-то как разные тем самым покажу где-то какие-то может огоньки или как так так ну вот умбра если нужны закрыть можем смешать с синеньким или с красным смотрите вот как варьируем высоту башенку арочка здесь такая кукол какой-то ауч конечно мне куда-то совсем бессовестно так кривенько такой немножечко подкорректируем тонируем сразу если принесли слишком светлое что-то так ну что ж вот сейчас мы убираем вот видите вот это конечно лента уже намного лучше и что мы сейчас можем сделать слегка вот увлажнить слегка вот так вот увлажняем слегка вот если мы будем захватывать отсюда краска потому что она все еще влажная и приносим ну это естественно у нас еще длиннее так вот и не конюшка сюда так и 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 так вот так вот не везде допустим ну вот некоторые хотя бы из красненька тоже идем отсюда и вот и поэтому и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Убираем... Просто принесла, можно сказать, какой-то другой цвет, какой-то другой интерес... А здесь, может быть, даже... Сейчас пройдемся, посмотрю... Вот... Да... Вот еще сильнее... Вот... Смотрите, где у нас тут еще... Желтенько-зелененькие... Красненькие... Оп... Так... Разобью где-то... То есть... Ну, не полностью вот так вот замазываю... Да... Где-то... Так... Ну, вот я сейчас этим маркером... Эту работу делаю... В принципе, это можно, естественно, сделать и... Как кистью... Так и мастихином... Так... Так... Ну, даже лучше тогда делать... Допустим, мастихином, если куда-то хотим принести... Вот... Вот, видите... Вот, пожалуйста... Как сразу ярко стало... По сравнению с тем, что было, вот эта вот тоже, золотистая, желтая, вот так, вот белые принесли, сейчас посмотрим, темные, разобьем здесь, так, ну что, и здесь я бы хотела, в общем-то, пролессировать, и пролессировать ультрамарином, смотри, что получится, для этого надо использовать очень мягкую кисть, у меня ультрамарин, и все это очень жиденько, вот так вот, смотрите, да, у меня на кисти очень много, смотрите, это просто даже все сгладит, принесет все вместе, ну вот, давайте поближе посмотрим, не знаю, насколько здесь свет, конечно, вот так, вот такой абстрактный рисунок, вы можете, конечно же, доводить все это до ума, все очень основательно, ну, во всяком случае, не боимся приносить краски яркие, такие насыщенные, здесь, в принципе, как вы видели, ничего не разбавлено, потому что на темном, и можно еще добавлять и добавлять, если мы хотим, естественно, больше яркости, я вам показываю техники, а вы уже сами, конечно, дорабатывайте, если вам нравится техника с мастихином, пожалуйста, тоже дайте мне знать, мы будем, может быть, больше с мастихином тоже работать, в общем-то, пишите свои комментарии, пожелания, ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравилось, и до скорого, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok